Маргарита, добрый день. Здравствуйте, Роман Викторович. Маргарита, в сетевой маркетинг люди приходят по-разному и вообще знакомятся с ним по-разному. Расскажи, какая у тебя история? Когда-то у меня уже был опыт в сетевой компании. Когда я начала искать для себя что-то новое, я находилась в декретном отпуске с маленьким ребёнком дома. В этот период я являлась обычным сотрудником по найму. И поэтому в какой-то момент у меня это стало прямо необходимо, потому что когда моему маленькому малышу было всего 6 месяцев, мой директор, бывший на сегодняшний день, позвонил мне и сказал, «Всё, у тебя уже взрослый сын, давай выходи на работу». Я, конечно, была просто поражена, как можно бросить маленького ребёнка пойти куда-то на работу. И вот это стало для меня вот той отправной точкой, когда я начала искать что-то для себя. Интернет, соцсети. Мы живём просто в то хорошее время, когда у нас много инструментов в руках. И в поле зрения мне попала компания, которой я начала интересоваться, разбираться. И почему же всё-таки приняла решение заниматься именно сетевым бизнесом? Ну, а какой у меня был, собственно говоря, выбор? То есть, если растёт ребёнок, он пойдёт в детский сад, он начнёт болеть, я начну сидеть дома, а работала я в коммерческой организации, в которой нельзя опоздать, нельзя заболеть. Отпуск — это вообще что-то из области фантастики, да? То есть не тогда, когда ты хочешь, а когда тебе дают такую возможность. Поэтому у меня не было другого выбора, и я поняла, что мне надо всё менять. В какой-то момент, это осознав, выписав для себя, вот реально я это делала, не знаю, делает ли так кто-то, я положила лист бумаги на стол, написала плюсы, минусы. Вот я провела эту работу ночами, всё для себя проанализировала и поняла, что мне надо принять окончательное решение. Я вернулась на свою работу, ну, не вышла из декретного отпуска, просто поехала к своему бывшему директору, сказала ему, я увольняюсь. И пошла работать в сетевой бизнес. Потому что здесь реально много плюсов, вот реально много плюсов. Но это лично для меня, я не знаю, как для кого. У меня есть свободное время, которое я провожу со своей семьёй. У меня есть время просто запланировать что-то. У меня есть время путешествовать, ну, это, конечно, самый большой кайф, драйв, да? У меня есть возможность зарабатывать деньги, потому что я наивно полагала, что по меркам своего города у меня очень хорошая работа, нормальная заработная плата. Это я наивно полагала, пока я не ушла работать в сетевой бизнес. Здесь я поняла, сколько я могу, какие у меня возможности. Меня никто не контролирует. Это как бы лично мои планы, лично мои цели, мои достижения. Всё, то есть всё зависит только от меня. Поэтому, естественно, сетевой бизнес. А что ещё? Скажи, пожалуйста, как пошла твоя карьера? Сразу ли всё удалось? Сразу ли пошло гладко? Ну, если говорить о начале пути, то он наверняка вот абсолютно у всех делается на эмоциях. Потому что ты для себя что-то новое открыл. Ты что-то понимаешь, вот, сердцем или головой, да? А донести не можешь, включаются эмоции. Поэтому первые мои шаги, они, как у любого нормального человека, были сделаны на эмоциях, принесли мне свои контракты и так далее. А потом пошло какое-то вот такое состояние покоя. То есть ты проводишь встречи, ты всех мотивируешь, а результат это вроде бы и нет. И вот тут уже как бы я стала понимать, что профессионализм к эмоциям должен прикладываться. И тогда вот в купе со всем с этим обязательно всё будет получаться. А насколько изменился твой уровень доходов? Конечно, в разы. То есть если по меркам своего города я думала, что я неплохой продажник и получаю довольно-таки достойную заработную плату, то начав работать в сетевом бизнесе, я поняла, что я не зарабатывала вообще ничего. Конечно, сравнение с заработной платой по найму увеличился примерно в 10 раз. То есть меня, конечно, это радует, но этого недостаточно. То есть я теперь понимаю возможности, что я могу ещё больше зарабатывать. И если это реально получилось у меня, сидя дома с маленьким ребёнком, абсолютно у любого может получиться. А какая у тебя цель, вершина, мечта в сетевой компании? Мне здесь импонирует то, что здесь есть возможность вот этого многоступенчатой карьеры. И, конечно, каждый хочет достичь какой-то своей высоты здесь. Ну, как минимум я хочу за следующий год в 4, минимум в 4 раза увеличить свой сегодняшний доход. А ещё такие слухи ходят вокруг сетевого бизнеса, то, что ты теряешь круг общения, ты теряешь своих друзей. Ну, имеет место быть, Роман Викторович. Потому что, как правило, люди начинают тебе вообще абсолютно разные истории рассказывать. Что это плохо, что это пирамида, ну всё что угодно. И, как правило, такие советы дают, да, вот и такие рекомендации люди, которые абсолютно никакого отношения к сетевому маркетингу не имеют. Они нигде, никогда не применяли свои знания, не пробовали себя, ни в каких новых направлениях, ну ни в чём, понимаете. Они сидят классическими работниками по найму и дают шикарные советы. То есть, ну, меня, как правило, вот это мнение уже не интересует. Как ты справилась с такими отказами или трудностями? Всё равно, как бы, меня это не останавливает. У меня есть цели. И любые вот эти вот отказы, какие-то препятствия, это просто промежуток до очередной моей цели. А как ты себя мотивируешь? Как ты сохраняешь такой высокий уровень работоспособности? Ну, моя семья, у меня же есть ребёнок, близкие люди, да, потому что, как бы, мы же делаем это не только для себя. Вот как бы мы ни говорили, мы это делаем во благо чего-то. То есть, путешествие, это же круто. За этот год я была в трёх путешествиях. Ну, вы меня простите, ни разу в жизни мой бывший директор не отправил меня никуда просто так в путешествии. У меня не было мотивации там, у меня не было никакого карьерного роста. Одно директорское кресло, которое занято. Понимаете, здесь шикарная возможность развиваться. Меня это мотивирует, да. Да, гонорар, который растёт, мотивирует? Конечно. Люди, которые собираются вокруг, они же меня тоже мотивируют. Это же всё супер. Сразу ли твои близкие стали тебя поддерживать? Конечно, нет. И до сих пор большинство из них не поддерживает. То есть, есть какой-то ряд близких людей из семьи, да. То есть, кто-то пришёл сразу, кто-то сейчас начинает, вот уже, знаете, как ты постоянно как под прицелом, под присмотром, что она сделает, куда она поедет там, что она… Уже есть интерес. Но я думаю, что со временем они придут. Но даже если нет, это же их выбор. Понимаете, вот мы в каком бизнесе находимся? Так как это сетевой бизнес, он мёртвый, если нет продаж. Это во-первых. Но самое главное, на мой взгляд, всё-таки, это человеческие отношения. Это вот очень важный момент. То есть, ты можешь продавать сколько угодно в одну единицу, да. Но ведь мы же строим команды, мы собираем с собой людей, мы ведём за собой людей. И очень важно, какие у тебя складываются личные отношения с партнёрами внизу, с руководителями наверху. Маргарита, а был ли такой момент, когда я хотела всё бросить и уйти из сетевого бизнеса? Ну, наверное, всё-таки нет, потому что я же пришла сюда очень осознанно, очень осознанно. Я уволилась с работы ради того, чтобы начать работать здесь. Это был мой выбор. То есть, я чётко понимала, что у меня будут проблемы с продажами, с чем-то ещё, с становлением, с выбором, с поддержкой семьи, с чем угодно. Поэтому я принимала решение, я понимала, что будут трудности. А что, как бы в результате, что я бы имела дальше? Сожгла мосты. Мосты сожжены, да, двигаться назад некуда. Пойти снова в работу по найму? Да вы что, когда я увольнялась со своей работы, я от своего директора столько нового о себе узнала. Сколько мне лет, какие у меня амбиции, что меня ждёт дальше, чего я в этой жизни хочу? Да я счастлива, что я уволилась, и я счастлива, что пришла работать в другую организацию. Сетевой маркетинг – это круто. МЛМ – это лучшее, что есть на сегодняшний день. Маргарита, спасибо тебе за такое прекрасное интервью. Я желаю тебе, твоей семье благополучия, процветания. Я желаю, чтобы твоя мечта сбылась, чтобы ты получил от этой жизни то, что ты хочешь получить. Спасибо. Я вас благодарю, Роман Викторович.